Всем привет! Как вы, наверное, заметили, я нахожусь не на фоне нашей традиционной студии, за столом я нахожусь на фоне гостиничного номера. Гостиничный номер этот находится в городе Ереван, столице Армении. Дело в том, что буквально несколько минут назад здесь завершилась презентация смартфона Honor 9 Lite. И, собственно, пока шла эта презентация, я задумался об одной вещи. Вещь, в принципе, не новая, и об этом уже многие рассуждали, наверное, и, в принципе, и я об этом думал. Просто сейчас захотелось почему-то подготовить какой-то выпуск, поделиться этой мыслью и на конкретном живом примере все это обсудить. Собственно, когда перечисляли характеристики этого смартфона, говорили о том, что у него есть это, есть это, 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 у него там такой процессор, такая производительность, такая частота, там есть сопроцессор, у него там столько-то камер. И в конце назвали его цену. Сказали, что он будет стоить 15 тысяч рублей, когда появится, появится он в продаже 8 февраля. И вот в этот момент я особенно задумался. Получается, что смартфон за 15 тысяч рублей в наше время, это хороший смартфон. То есть, что происходит с индустрией, с мобильным рынком? Обратите внимание, мы ничего не получаем нового. Нет такого, что мы получили какой-то принципиально новый продукт, которого у нас раньше не было. Такой в прошлый раз было, ну, наверное, с Samsung Galaxy S8, когда нам показали дисплей соотношением сторон 2 к 1. Тогда это действительно было круто, и многие захотели себе такой дисплей, готовы были за него заплатить. Конечно, были те, кому он не понравился, но это другой вопрос. Это было хотя бы какое-то нововведение, это было что-то новое, то, чего мы не видели до этого. Сейчас такого нет. То есть, да, вышел там HTC U11 со своей вот этой вот функцией сжимания Sense Edge, но нужно ли это? То есть, проще запустить камеру, сжав телефон или сбросить вызов, или нажав одну кнопку. Да, наверное, это удобно, но это все равно по большому счету тянет, наверное, даже на понятие функция ради функции. И если ее и нету, то как бы, ну, ее и нету, ты этим прекрасно можешь не пользоваться. Но вот дисплей, это было действительно что-то новое. И даже, кстати, этот Active Edge, его применили в Google Pixel 2, но они вот все настолько глубоко запрятали, что эту функцию даже просто не найти. В итоге, если брать отличие дорогого смартфона за 50, 60, 70 тысяч рублей от более дешевого в наше время, чем они отличаются? Задуматься, например, о внешнем виде. Ты когда едешь где-нибудь в транспорте, и видишь у человека телефон, если он телефон в чехле, ты даже не можешь понять, что это за телефон. Если нет, конечно, каких-то отличительных признаков, типа скругленных граней, как у Samsung или той же челки, что на iPhone X, в этом случае, да, ты действительно понимаешь, что это за устройство. Но если это обычный дисплей, который, тем более, сейчас все начали делать безрамочные, то они все одинаковые. У нас даже на студии, когда лежит россыпь телефонов, когда они разбросаны по столу, тебе нужно взять какой-то один, ты не можешь его сразу взять. Притом, там есть и дорогие, и дешевые. Там есть какие-то младшие модели BQ, которые стоят дешево. Есть дорогие топовые, там тот же Google Pixel. Но ты когда подходишь, если он не включен, или ты не видишь хотя бы боковой крани, ты не всегда с первого раза возьмешь нужный телефон. То есть, получается, по внешнему виду сейчас их отличить сложно. И многие недорогие модели выглядят, на мой взгляд, даже лучше, чем некоторые топовые. Например, тот же Honor 9 Lite мне действительно понравился. По внешнему виду это очень красивый телефон. Я и в обзоре, который мы готовили, мы просто успели подготовить обзор и выпустить его сразу после презентации, вы можете найти его на нашем канале. Там я рассказал про внешний вид. И внешний вид у него действительно классный. Да, он стеклянный, кто-то не любит стеклянный корпус, но выглядит он солидно. У него скругленное 2,5D стекло, которое дает очень глубокий и такой сочный блеск. И скругленные боковые грани. То есть, он выглядит целостно и, в общем-то, так монолитно и дорого. Получается, что по дизайну дорогие устройства не отличаются от дешевых. Если смотреть по функциям. Хорошо, понятно, я не спорю. Более дорогие устройства будут более производительными. В них будут более хорошие там камеры. Но настолько ли эта камера лучше, чтобы переплачивать за нее в 3, в 4, в 5, в 6 раз. Если вам это не нужно. Потому что, например, большинство людей не играют в игры. То есть, они не монтируют видео, они не обрабатывают фотографии на устройство. Поэтому производительность им не нужна. Таких людей, я думаю, процентов 90, наверное. Камера. Кто-то, конечно, заморачивается с ручными настройками. Но 99% снимков делается по принципу достал, сфотографировал, убрал. То есть, получается, ни камера, ни железо тоже уже не могут быть решающим фактором, определяющим, покупать дорогой смартфон или не покупать. Получается, что, в общем, как таковых отличий-то между ними и нет. Если раньше мы могли получить в дорогом устройстве какие-то интересные функции, необычные, которых не было в дешевых, сейчас все это есть. Есть безрамочные дисплеи, есть разблокировка по лицу, есть отпечаток пальца, который уже давным-давно появился. Там сначала был он только в топовых моделях, потом он вообще во все пришел. Разблокировка по лицу сейчас тоже есть везде. Даже в том же новом Honor 9 Lite есть разблокировка по лицу. Она даже есть в более дешевых аппаратах. Даже в некоторых BQ, которые стоят меньше 10 тысяч рублей, она тоже есть. Получается, что, опять же, в чем тогда смысл дорогих телефонов? Для камер там есть, да, где искусственный интеллект. Они, конечно, делаются не только для камер. Но, наверное, камеры это то самое, где сейчас их можно именно разглядеть. Потому что, когда смартфон просто работает, и в нем есть какой-то искусственный интеллект, который там где-то что-то как-то побыстрее делает, это не особо заметно. Если смартфон работает хорошо и быстро, к нему претензий нет. Он просто работает. А вот в камере, когда ты делаешь фотографию, он автоматически подстраивает сцену. То есть, например, ты фотографируешь дерево, он понимает, что это дерево, добавляет зеленых оттенков. Ты фотографируешь небо, он добавляет каких-то голубых оттенков. В этом случае, да, есть какая-то разница. Но, опять же, эта функция не всегда может сработать. И не всегда в хороших условиях, точнее, даже всегда в хороших условиях, снимки будут на устройства, которые, не считая самые дешевые, снимки будут хорошего качества. То есть, и за 10, и за 15 тысяч смартфон сделает хорошую фотографию. Ну, за 10, может быть, нет, но начиная от 15 уже эти снимки хорошие. Получается, к чему я все это веду? Я, наверное, хочу сказать то, что дорогие устройства перестали развиваться. В них добавляют какую-то улучшенную скорость работы увеличенную. В них добавляют, там, делают камеру чуть получше, какие-то функции для нее, какие-то фильтры. Но все равно все это одно и то же. А вот недорогие устройства очень сильно начинают подтягиваться. Я даже сейчас не говорю про маленькие бренды, которые делают какие-то недорогие устройства. Там у них своя какая-то тусовка. К ним это, наверное, даже и не относится. Потому что, как правило, это какие-то китайские ноунеймы, которые пытаются как-то вылезти наверх, но у них не всегда получается. Но вот, например, тот же Honor Huawei, который выпускает и дорогие смартфоны, которые стоят по 1000 евро и более дешевые. Вот такие бренды, они научились делать недорогие модели хорошими. И я, наверное, не вижу смысла для простого пользователя переплачивать в несколько раз за более дорогое устройство. То есть, кому-то показать, что у тебя дорогое устройство, да никто не поймет, что у тебя дорогое устройство, если ты только никому этого не скажешь. А по функциональности все будет примерно то же самое. Я никого сейчас ни к чему не призываю, не говорю, что покупайте тот же Honor 9 Lite, который только вышел. Не, ни в коем случае. Есть и другие модели, за эти деньги неплохие. И у того же Honor, и у Huawei, и у других брендов есть хорошие недорогие устройства. Просто задумайтесь, если вы, например, хотите покупать смартфон, а нужен ли вам вообще дорогой телефон, который стоит 50-60 тысяч рублей, будете ли вы пользоваться его функциями? Или вам вполне достаточно того, что предлагают за 15-20 тысяч рублей? Потому что, как я еще раз скажу, очень быстро развивается именно недорогой сегмент. Он уже вплотную подтягивается к тому топовому сегменту, который начал развиваться гораздо медленнее. Возможно, в будущем топовый сегмент нам что-то предложит. Мы увидим те же гнущиеся смартфоны, которые нам все обещают. Вроде как существует у Samsung прототип, который осталось только растиражировать. Но пока-то его нет, и пока мы ничего нового не увидели. И поэтому вот эта грань, она постепенно стирается, и устройство становится все ближе. Но, наверное, каждому свое, и кто-то со мной будет не согласен. Я просто хотел поделиться этой мыслью, которая у меня возникла именно на презентации. Потому что реально это, на мой взгляд, так. И когда ты держишь два устройства в руках, вот я просто по работе часто с этим сталкиваюсь. Я держу два устройства в руках, я пользуюсь своим дорогим смартфоном. Это может быть Google Pixel, это может быть Huawei Mate 10, это Samsung Galaxy S8, iPhone X, я всеми этими устройствами пользовался. И я понимаю, что я ими пользуюсь только потому, что мне реально нужны эти функции. Мне нужна хорошая камера, мне нужна скорость работы, потому что я обрабатываю фотографии. Я просто по работе сталкиваюсь с этим. Я делаю ролики, снимаю, я делаю фотографии. Мне просто нужны хорошие функции. И мне приходится за это переплачивать. Но если вам это не нужно, то я говорю, я беру телефон недорогой рядом, сравниваю между собой, и по обычной работе, по серфингу, по просмотру видео, по той же музыке, все примерно на одном уровне. То есть разницы-то, в общем-то, никакой. Поэтому, если вам не особо нужны такие устройства, задумайтесь о том, нужно ли вам переплачивать, если вы сейчас что-то покупаете. Или, может быть, действительно проще купить что-то подешевле и пользоваться тем, чем вы действительно пользуетесь. Но это, еще раз скажу, сугубо мое личное мнение. Возможно, оно с кем-то не совпадет. Я просто, так скажем, подкинул определенную пищу для размышлений и рассуждений на эту тему. Ну, а на этом все. Увидимся на наших каналах. Смотрите наши видео, подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok